Сегодня все больше похоже на то, чем когда-либо прежде. Риторика плохой заменитель действия, и мы доверились только риторике. Если мы действительно хотим стать великой нацией, мы должны не просто говорить, мы должны действовать масштабно. Я хочу проповедовать не учение о постыдной легкости, а учение о напряженной жизни. Оценки — это когда вы встречаетесь с руководителем вашей команды и соглашаетесь, какой вы выдающийся член команды. Насколько ценен ваш вклад, какой огромный потенциал у вас есть, и, учитывая все это, не возражаете ли вы, чтобы ваша зарплата была уменьшена вдвое? Если мы сможем сосредоточить внимание наших конкурентов на нас, в то время как мы будем сосредоточены на потребителя, в конечном счете у нас все получится. Если вы никогда не хотите, чтобы вас критиковали, ради всего святого, не делайте ничего нового. Позиционируйте себя чем-то, что вызывает ваше любопытство, чем-то, в чем вы миссионерски. Как компания, одна из наших величайших культурных сил, заключается в том, чтобы признать тот факт, что если вы собираетесь изобретать, вы собираетесь разрушать. Секс кажется более интересным на экране и на страницах, а не на кровати. Стены, которые мы воздвигаем вокруг себя, чтобы оградить себя от печали, не пропускают и радость тоже. Наши философские взгляды, это парус, который определяет направление нашего жизненного пути. Для того, чтобы изменить это направление, мы должны изменить философию, а не сложившиеся обстоятельства. Если вы сегодня знаете то, о чем завтра узнают все, у вас есть в жизни шанс преуспеть, если вы его возьмете. Что бы ни начиналось в Калифорнии, к сожалению, имеет тенденцию к распространению. Моя позиция, как и многие другие, всегда заключалась в том, чтобы любые разногласия разрешались ненасильственным путем. Осознание того, что здоровье зависит от привычек, которые мы контролируем, делает нас первым поколением в истории, которая в значительной степени определяет свою судьбу. Я ненавижу видеть, как в нашей жизни преобладает самодовольство, когда оно так прямо противоречит учению Христа. Реальность имеет свойство вторгаться. Реальность в конце концов вторгается во все. Позвольте мне сказать вам то, что я буквально говорил каждому мировому лидеру, с которым я встречался, и я встречал их всех. Никогда, никогда, никогда не было хорошей ставкой против Америки. У нас лучшая боевая сила в мире. Мы не рассыпались после 11 сентября. Мы не дрогнули после бостонского марафона. Но мы Америка. Американцы никогда, никогда не сдадутся. Мы терпим. Мы преодолеваем. Мы владеем финишной чертой. Здесь, дома, когда американцы стояли в длинных очередях, чтобы сдать кровь после нападения на Всемирный торговый центр и Пентагон. Мы упустили очевидную возможность снова сделать служение благородным делом и возродить дух американского сообщества. Однажды вы влюбились. Я знаю, что влюбились, потому что у вас есть дочь. Поэтому вы понимаете, что я имею в виду, когда говорю, что у влюбленного человека выбора нет. Тебя просто притягивает к этому человеку магнитом, и неважно, сулит это тебе счастье или разобьет сердце. Положиться можно лишь на себя. А это довольно хреновый расклад, если ты человек ненадежный. Шрамы, карта сокровищ боли, которую прячешь глубоко внутри, чтобы никогда не забыть. Я думаю, что жизнь похожа на фильм на DVD-диске. Можно посмотреть версию, которую смотрят все, а можно режиссерскую, то, как он хотел показать этот фильм, прежде чем получилось так, как получилось. Свою жизнь можно измерять количеством сцен, в которых ты выжил, или количеством времени, которое заняли эти сцены. Собственность, несомненно, является таким же реальным правом человечества, как и свобода. Я всегда рассматриваю заселение Америки с благоговением и удивлением, как открытие великой сцены и замысла в проведении, для просвещения невежественных и освобождения рабской части человечества по всей Земле. Демократия, пока она длится, кровавея аристократии или монархии. Помните, демократия никогда не длится долго. Вскоре оно истощается, истощается и убивает себя. Нет демократии, которая бы не покончила жизнь самоубийством. Велика вина в ненужной войне. Люди все одинаковы, берут что могут, а дают как можно меньше. Нелегко перекинуть мост через пропасть, созданную гордостью. Откройте ваш секрет молодости, Иран. Люди, которые не живут, прекрасно сохраняются. Идеализм увеличивается прямо пропорционально удалению человека от проблемы. Мир это сознательный выбор. Земля, это наша мать, которая просто поворачивается, с деревьями в лесу и корнями под землей. Отец наш над нами, чей вздох ветер, нарисуй нам радугу без конца. Вера это своего рода знание, это отличается от надежды. Я верю, что жизнь целеустремленна, в этом я уверен. Есть Бог, есть разум, есть сознание, и за всем этим стоит невероятное сострадание. Я оставляю свои печали и все свои воспоминания, чтобы увидеть то, что я нахожу, где-то в тени под звуки сладко-поющей реки, где-то на солнце, где горы занимаются любовью с небом. Высшая слава американской революции заключалась в том, что она соединила неразрывной связью принципы гражданского правления, с принципами христианства. Чтобы сохранить господство собственных страстей, нам надлежит постоянно и строго остерегаться влияние и заражение чужими страстями. Разве на лбу каждого демократического рабовладельца не стоит клеймо двурушника? Разве обман и лицемерие не являются религией человека, который называет себя демократом и держит своего ближнего в рабстве? Мы должны остерегаться приобретения неоправданного влияния, желаемого или непрошенного, со стороны военно-промышленного комплекса. Если ты думаешь, что это грех, значит, грех. Человек сам создает свои грехи. Писательство — вещь простая. Из двух фраз следует выбрать ту, что короче. Из двух слов — то, что проще. Из двух описаний — то, что яснее. Из двух издателей — того, кто шлет телеграмму, а не письмо. Не оглядывайтесь назад. Может быть, за вами погоня. Любители семейной истории редко обладают качествами предков, которыми они гордятся. Жизнь моряка в лучшем случае представляет опасность. Он гонится за честью на горной волне и находит ее в сражении и в бурю, и никогда не проявлялось более выдающегося рыцарства, чем в поведении наших моряков во время последней войны. Если бы я пошел работать на завод, то первым делом вступил бы в профсоюз. Вот мой принцип. Налоги должны взиматься в зависимости от платежеспособности. Это единственный американский принцип. Я считаю, что в каждой стране сами люди настроены более миролюбиво и либерально, чем их правительство. Красивые женщины обладают властью над мужчинами, и не только над мужчинами, но и над другими женщинами. Выражая нашу благодарность, мы никогда не должны забывать, что высшая оценка заключается не в том, чтобы произносить слова, а в том, чтобы жить ими. Я тот человек, который сопровождал Жаклин Кеннеди в Париж, и мне это понравилось. Коммунизм никогда не приходил к власти в стране, которая не была разрушена войной или коррупцией, или тем и другим одновременно. Мужчинам нравится воевать, потому, что это занятие придает им важности. Потому, что иначе женщины, как мужчинам кажется, вечно будут потешаться над ними. Ничего не может быть отвратительнее, чем прятаться от жизни, которая тебя не устраивает. Но порой страшно подумать, с чем и как нужно бороться, если принимать жизнь всерьез. Они задирали перед ней нос, она опуская глаза, видела их насквозь. Надо, чтобы это был человек, по крайней мере равный тебе по духу, способный видеть и понимать все не хуже тебя. А физиология должна быть на втором месте, это не главное. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...